Чем вуз отличается от школы? Почему не надо бояться сессии? И что такое нетворкинг? Расскажу в этом видео. Ребята, во-первых, я поздравляю вас с поступлением. Будет круто! Но сначала будет еще и непонятно, поэтому я снимаю этот видос. Пора пролить на это дело чистую водицу. На первом курсе я была в шоке от того, насколько учеба в универе отличается от школьной. И главное различие, тут никому до вас нет дела, пока вы сами не проявитесь. То есть в школе учителя знают каждого ученика в лицо, знают о нем все и даже больше, интересуются. Короче, ведут своих подопечных как деток к этому заветному выпуску. А в универе все взрослые люди. По сути, вы просто приходите послушать, а лектор приходит рассказать. И он ни за что не запомнит вас, если вы не будете проявлять активность. Конечно, на семинарах, это когда занятия группами, общение ближе, но все равно без вашей инициативы вас не заметят. У преподавателя может быть таких студентов сотня каждый день. Он не может позволить себе заниматься с каждым персонально. И исходя из этого, первый совет сразу проявлять себя. Ученые назвали это естественным отбором. Не стесняйтесь отвечать, даже если это лекция на 400 человек. Или подходить после пары с вопросами. Только если у вас реально есть эти вопросы. И, конечно, быть внимательным слушателем, это важно. То есть садиться не на последние ряды, где ничего не видно и не слышно, а на первые, конспектировать. Таких людей лекторы видят. Представьте, насколько им самим легче выступать, когда перед ними хотя бы несколько обращенных к ним внимательных лиц. Поддержите их, и они оценят. Продолжаем разговор. Второе. В школе мы каждый день делали уроки на завтра. И все довольно просто. Но в университете организация времени другая. Например. У нас на журфаке есть списки литературы на семестр. И мы к экзамену должны все эти книги знать. То есть к январю. И в каждом списке, ну, 20-30 произведений. И вот в течение семестра никто не будет проверять, как мы их читаем. И читаем ли вообще? Мы просто придем уже на экзамен, и там все будет понятно. Но каждый день тебя не будет никто спрашивать. И у многих из-за этого создается иллюзия, что такой задачи вообще нет. Они расслабляются. Вот всякие ежедневные домашки есть, да, как в школе. И все. А глобальные, как книги или в целом подготовка по билетам, ну, потом как-нибудь подготовлюсь. Нет. Это ошибка. Если не начать в начале семестра, потом просто не сдашь. Потому что невозможно прочитать за ночь перед экзаменом 20 книг. И за неделю до экзамена тоже невозможно. Отсюда совет. Надо самому себе составить свое внутреннее расписание. Когда, что тебе нужно прочесть или выучить. То есть учитывать не только задания на каждый день, но и глобальные задачи. Это и есть ваша подготовка к экзаменам, ваша учеба. Конец полугодия, она на славы. Третье. Сессия. Многие этого слова боятся. И, кстати, даже интересно узнать, больше ли, чем слово ЕГЭ. Послушайте. Сессия — это не страшно. Я помню свое недоумение на первом курсе, когда я узнала, что билеты — это такие вопросы, которые могут тебе попасться на экзамене. И формулировки которых ты знаешь заранее. В чем тогда страх? И вот эта эмоция реально до сих пор со мной. Я думаю, что сессия даже в некоторой степени легче ЕГЭ, потому что тут ты изначально знаешь, что у тебя будут спрашивать. А ЕГЭ — это лотерея, сюрпризы и все такое, как вы уже знаете. Не говоря уже об олимпиадах. А экзамен во время сессии — нет. Просто надо готовиться заранее. И лучше сразу, как появляются билеты, распечатать их себе и прочитать. Прям почти выучить формулировки. Так вы будете знать, на что обращать внимание изначально, и что из программы будет на экзамене. Конечно, бывают случаи, когда преподаватели жестят и спрашивают не по билету, но обычно достаточно хорошего ответа по конкретным вопросам, о которых вы знали и к которым вы готовились. Поэтому не бойтесь. Я готов! Четвертое — время в дороге. Скорее всего, в универ вы будете добираться дольше, чем в школу, потому что вуз уже не выбирает по принципу «через дорогу удобно будет». Но если вы переехали из региона в Питер или в Москву, то вы будете в шоке от того, сколько времени теперь уходит на путь. Мне вот ехать до жирфака час десять, и это очень повезло. Кто-то добирается по два часа. В общем, это время обязательно надо чем-то занимать. Если вам задали прочитать, допустим, небольшую статью, оставьте ее на метро, или выучите там что-то, или просто слушайте полезные подкасты. Уже супер. Или радио Арзамас. Потому что эти часы очень легко можно потратить зря, и вы даже не заметите. А иногда время тратится не только в дороге, но и на некоторых лекциях, которые бывают бесполезными. И вместо того, чтобы тупить в Инстаграме на них, лучше просто заняться своими делами. А че так можно было, что ли? Пятое — наконец, нетворкинг. Или по-русски социализация, умение налаживать контакты. Есть про это популярная книжка, я ее еще не читала, но мне очень нравится название. «Никогда не ешьте в одиночку». В общем-то, это и есть одно из главных правил нетворкинга. То есть каждый раз, когда у вас есть возможность с кем-то познакомиться, делайте это. Вы не узнаете, насколько вы можете быть полезными друг другу, пока не познакомитесь. В универе часто могут давать командные задания, и лучше заранее знать, с какими людьми вы хотите работать, с кем вам приятно. А еще иногда очень классно вместе готовиться к экзаменам. Представьте, насколько легче поделить билеты на 3, 5, 10 человек, создать общий Google-документ, и чтобы каждый расписывал свою часть. Но для этого вы должны быть уверены в своих напарниках. И сюда же входит совет не стесняться обращаться к старшекурсникам. Поверьте, им это только приятно, они были на вашем месте и помнят, что им тоже было сначала странно и неловко. А если у вас есть знакомый старшекурсник, все, вы босс. Вы будете знать, что ожидать от преподов, какие требования, что самое сложное, на что обратить внимание. Короче, это ваш проводник. Хотела сказать ваш Вергилий, но тогда получается, что учеба это ад. А теперь пара совсем уж кратких замечаний. Всегда носите с собой студак. По нему часто бывают скидки в музеи, на выставки и даже в кафе. Затем запоминайте имена и отчества преподов, потому что некрасиво подходи к человеку с вот этим вот «извините, пожалуйста». А вот когда обращаешься по имени, тебя и воспринимают всерьез, а не как ребенка. И старайтесь как можно чаще выступать, потому что сейчас самое время прокачивать навыки ораторского мастерства. Пока это просто учеба, а умение говорить пригодится любым специальностям и вообще по жизни. Сначала подумай, потом говори. И последнее. Кайфуйте от этого времени. Когда вам захочется поныть о том, что каникулы теперь не 4 раза в год, а 2, или просто поныть, вспомните, что на работе у большинства людей отпуск вообще раз в год. И только 2 недели. И еще вспомните, что на работе вы уже будете ответственны за что-то. А тут вы только учитесь, вас и спрос меньше. И отвечаете вы, по сути, только за себя. Поймите, что от того, как вы проведете это время, эти 4 или 6 лет, зависит, что вы будете делать потом. Вот хорошо, после школы, ЕГЭ, универ. Понятно. А после универа. И это уже реально суровая жизнь. Так что сейчас впитывайте максимально. Подумайте, зачем вы здесь, зачем вам нужно обучение. Это ведь не для того, чтобы просто продлить детство. Это для того, чтобы вы поняли, кто вы. И даже если вы вдруг разочаруетесь, это тоже нормально. Это не катастрофа. Через сомнения проходит почти каждый студент. В крайнем случае, можно перевестись на другой факультет или просто уйти потом в другую магистратуру. Ничего страшного в этом нет. И работать именно по специальности вас никто потом не заставит. Вы сможете заниматься, чем хотите. Ты свободен. А сама учеба в универе это во многом школа жизни и наработка ваших связей и ваших навыков для будущего. И раз уж вы поступили, постарайтесь выжать из этого времени пользу. Нам это объяснили еще на первом курсе. Вуз даст ровно столько, сколько ты сможешь у него взять. Берите все. Ну а с вами была Кристина, и я желаю вам лучших студенческих воспоминаний. Делитесь в комментариях своими первыми впечатлениями от нового этапа и рассказывайте, куда вы вообще поступили. Мне это очень интересно. До встречи!